Новости на канале Вей Ти Ви. Все, что нужно знать к этому часу. Ближайшие 10 минут далее о выпуске. На Донбассе за минувшие сутки российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александра Матузяник, все обстрелы боевики провели на Донецком направлении. Здесь из минометов оккупанты вели огонь по украинским оборонным укреплениям возле Марьинки и шахты Бутовка. Всего выпустили четыре мины, гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение террористы применили вблизи Авдеевки и Водянова. А из стрелкового оружия провоцировали защитников Шрокина. Украинский военный огонь в ответ не открывали. В Минобороны отмечают высокую активность беспилотников-боевиков в зоне проведения АТО. О реальных намерениях противника и то, к чему он готовится, свидетельствует зафиксированная накануне активизация его воздушной разведки. Беспилотные летательные аппараты, запрещенные к применению минскими соглашениями, враг использовал в районе Светлодарской дуги и на Приазовье. Вооруженные силы Украины тем временем четко и последовательно следуют взятым обязательствам по полному прекращению огня. Найти способ противостоять российской глобальной стратегии вмешательства. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам, она, в частности, основывается на использовании средств дезинформации, пропаганды, а также социальных сетей. Эти инструменты задействовали, чтобы повлиять на общество во время президентских выборов в США, Франции, а также каталонского референдума. Эти же люди заявляли, нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей. Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины. Мы не предоставляем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия. Сегодня этим словам уже никто не верит. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путь в Черногории, сорвать занавес российской кампании дестабилизации. Это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинное намерение. А это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщество друг против друга. Франция ужесточит борьбу с фейковыми новостями. Президент страны Эммануэль Макроун анонсировал разработку нового законопроекта для противодействия дезинформации в интернете. В частности, он позволит закрывать аккаунты по решению суда, в том числе удалять информацию сомнительного содержания. Президент Франции выступает за повышенную прозрачность рекламных материалов на интернет-платформах. Также больше прав получит регулятор вещания Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции. Напомню, в 2017-м Эммануэль Макроун обвинял российские СМИ «Спутники» и «Раша Тудей» в распространении фейковых новостей во Франции. Полномочия регулирующего органа будут полностью обновлены в 2018 году. Они будут расширены для борьбы с любой попыткой дестабилизации с помощью СМИ, которые контролируются или находятся под влиянием иностранных государств. Это позволит Высшему совету по аудиовизуальным вопросам не давать право на вещание тем медиа, которые распространяют неправдивую информацию, в том числе в интернете. Или же приостанавливать их право на вещание на время выборов. В Минобороны России подтвердили информацию об обстреле российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. В результате погибло двое военнослужащих. Однако ведомстве отрицают, что были уничтожены семь военных самолетов. Напомню, накануне издание «Коммерсант» заявило, что 31 декабря вследствие обстрела в Сирии были уничтожены семь самолетов. В частности, четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Также взорвался склад боеприпасов. Могли пострадать более десяти военнослужащих. Три человека погибли. 15 ранены вследствие урагана Элеонора в Северной и Западной Европе. Во французских Альпах погиб лыжник. Два человека были смыты волной в Испании. 200 тысяч жителей Франции остались без света. Из аэропортов Парижа были отменены вылеты, приостановлено движение на железных и автомобильных дорогах. На этих кадрах вы можете увидеть затопленные магазины и парковки в Ирландии. В Великобритании объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах страны скорость ветра достигает 170 км в час. Чтобы попробовать свежие азиатские грибы шиитаки, сегодня не обязательно ехать в Китай или Японию. Ферму по выращиванию этих грибов открыла украинская семья под Киевом. Говорят, со сбытом проблем не возникает. Как в селе Озера прижилась азиатская диковинка, расскажет Любовь Задорожная. Шиитаки. Грибы традиционные для Азии. В Китае и Японии их выращивают более тысячи лет. Едят как в приготовленном виде, так и сырыми. Используют в медицине. Это и иммуностимулирующее действие. Его применяют эти грибы для лечения сахарного диабета. Существует мнение и проведены исследования, которые говорят о том, что он оказывает достаточно мощное противораковое действие. Познакомить украинцев со вкусом азиатского продукта взялась семейная пара из Киева. Ферму открыли неподалеку от столицы. Приняли решение, что мы хотим чем-то заниматься своим, вести какой-то свой бизнес. И, соответственно, о чем заниматься, куда идти. И тут буквально через какое-то время я смотрю на дискавери-передачу про шиитаки. О том, сколько это пользы, насколько это вкусные грибы и так далее. И в тот момент я не смогла их купить в Украине. Тогда супруги решили взяться за выращивание диковинки. Бизнес-процессы знали хорошо. Оба опытные менеджеры. Особенности экзотических грибов изучали с нуля. Первые эксперименты проводили на даче. Мы нашли производителя мицелия. Он нам сказал, что если мы сможем вырастить 5 килограмм, что это достаточно сложный гриб выращивания, такой очень кропотливый труд. И если мы сможем вырастить 5 килограмм, то, соответственно, мы сможем вырастить и 50, и 5 тонн, и так далее. С первой попытки вырастить удалось 56 килограммов. После этого взялись за обустройство фермы. Главное здесь – чистый воздух и стерильность. Химию и стимуляторы не используют вовсе. Субстратные блоки формируются путем наполнения пакетиков полиэтиленовых или полипропиленовых с субстратом, который в нашем случае состоит из опилок лиственных пород деревьев, пшеничных отрубей и чистой воды. В этих субстратных блоках шиитаки созревают от 4 месяцев до полугода. После можно собирать первый урожай. После первого урожая блок замачивают и готовят ко второй грибной волне. Так до 4 раз. За месяц ферма производит около 2 тонн шиитаки. Для внутреннего рынка, пожалуй, это вполне достаточно и даже может быть немножко больше, чем нужно. А для экспорта, к сожалению, это маловато, потому что экспортная партия должна быть более значительной. Сейчас супруги продают продукцию в премиум супермаркеты и рестораны и готовятся к увеличению объемов производства для экспорта. Мы ищем партнеров и, возможно, думаем о возможном каком-то продвижении в сторону даже Северной Европы. Туда вот сейчас переговоры у нас со Скандинавией идут. Из Азии в Европу свежий продукт не доезжает. Семья надеется заполнить гастрономический пробел и познакомить европейцев с украинскими шиитаки. В городе Сумы из-за невероятно теплой зимы расцвели розы. На клумбах возле памятника Тарасу Шевченко и одного из вузов распустились бутоны желтых и красных роз. Эти кусты не укрывают на зиму, поскольку сорта морозоустойчивые. А из-за аномально высоких температур для этого времени года цветы даже не перешли в спящий режим, говорят ботаники. Морозы в Сумах синоптики обещают не раньше, чем в середине января. Пока прогнозируют 4-5 градусов тепла и дожди. Эти сорта еще не вошли в стадию физиологического зимнего покоя. В наших почвенно-климатических условиях такое спокойствие у растений начинается, когда среднесуточная температура достигает нуля градусов и держится примерно 3-4 недели. А из-за исключительно теплого начала зимы розы так вот решили побаловать над своим цветением. Ну и самая теплая ночь была зафиксирована в Киеве 4 января 1881 года, 3,5 градуса тепла. По климатической норме такая температура соответствует концу октября. На этом пока что все. Следующий выпуск через 2 часа. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok